Здравствуйте дорогие друзья, добро пожаловать на канал Watch Gods. Сегодня у нас на обзоре мастодонт улдскульно-голливудского синематографа. И из этого разбора вы узнаете о том, что Шварценеггер не герой, ведущий не злодей, пропаганда, сатанизм, мифология, любовь критиков, финансовый провал и явно неправильно понятый большинством не только сам фильм, но и его финал, который как бы подразумевает то, что шоу закончилось вместе со смертью ведущего. Однако это не так. Вот краткий перечень основных тезисов, которые мы сегодня рассмотрим, в обзоре на многим известную и можно сказать культовую картину «Бегущий человек» с семикратным мистером Олимпия в главной роли. И думаю, после просмотра, многие из вас изменят свой взгляд на данный шедевр. Без спойлеров, конечно, не обойдется, но как мы уже знаем, хороший фильм, спойлером не испортишь. В общем, прожимайте лукозавры и поехали. Ну что ж, для полноценной картинки предлагаю начать с общего введения. «Бегущий человек» — это фантастическая антиутопия, экранизация романа Стивена Кинга, которая вышла в свет в 1987 году. И несмотря на то, что многие критики назвали фильм «Бегущий человек» лучшим фильмом Шварценеггера со времен «Терминатора», у себя в стране картина не пользовалась особым успехом и при бюджете в 27 миллионов долларов в итоге провалилась, собрав жалкие 38. Хотя как зрелище, особенно по меркам конца 80-х, картина вполне себе на уровне и по динамике, и по эффектам, актерскому составу и так далее. Кинг написал «Бегущего» под псевдонимом Ричард Бахман в 1982 году, и в оригинале это далеко не фантастический боевик, скорее драма с довольно печальной развязкой, и если Шварц на экране представлен, в очень примитивном и привычном своём амплуах героя, который прёт несмотря ни на что, ну и в общем с первых кадров уже понятно, чем вся эта беготня должна закончиться, то герой оригинального романа был неудачником, прозябающим в нищете, который принял участие в игре только ради того, чтобы спасти свою больную дочь. В своих мемуарах, как писать книги, Стивен Кинг признаётся, что роман был написан всего за 7 дней, то есть, как видите, ничего слова сложного-то нет, была бы идея, которой можно вдохновиться, и чем она плотнее и понятнее выражена, тем лучше, ведь тебе остаётся лишь адаптировать её под свои условия. Почему я так говорю? Потому что Кинг не с нуля идейку-то вообразил, а вдохновлялся рассказом Роберта Шекли, премия за риск, и вроде как последний даже судился с кинокомпанией за какие-то отчисления от фильма. Сюжет, в общем-то, не особо заковыристый, и повествует он нам об альтернативном будущем, точнее для нас, живущих в 2024, уже прошлом. 2017 год, мир находится в мощнейшем экономическом кризисе, ресурсы и еда о топливо в остром дефиците, Ко власти в США приходит тоталитарное военное правительство. Кстати, по фильму, страна, в которой происходит действие фильма, так и называется «Police State», то есть полицейское государство. Демократические институты оказываются разрушенными, введена цензура и комендантский час, все СМИ контролируются государством, ну и всё в этом духе. Общая нестабильность вызвала ожесточение нравов общества, излюбленным развлечением для жителей Америки стали садистское телешоу «Бегущий человек», участники которого не имели ни единого шанса на выживание, среди них оказался бывший полицейский Бен Ричардс, и теперь вместе с собратьями, по несчастью, ему предстоит принять участие в безумной гонке со смертью, сразиться с непобедимыми охотниками и отомстить бесчеловечному хозяину шоу. То есть, согласитесь, всё предельно ясно даже для тех, кто всю картину не смотрел. Конечно, по правилам жанра должны быть у главного героя помощники. На их месте выступают не только друзья по несчастью Бена, но и так называемые повстанцы, группа людей, оснащённая всем, чем нужно для победы над тоталитарным режимом. Правда, вот с ведущим есть одна проблемка. Он малый, не простой и пользуется огромной любовью у людей, и посему просто так шлёпнуть его нельзя. Ведь один из ключевых факторов победы при подобных условиях заключается в том, чтобы злодея обличить перед народом, что наши герои, конечно, успешно и сделали. После развлечения так называемого антагониста нужно, естественно, предать смерти. Так сказать, ты, собака, так и я виновен, и смерть твоя должна быть не абы какая, а по закону справедливости, зуб за зуб и так далее. Так что отправляйся в ад, подобно тому, как ты отправлял на смерть других. В конечном же итоге, естественно, полная победа. Полнейшая. И вот теперь пойдёт та же духа, да? Ну, так ведь по идее, правильно? Во всяком случае, финальный кадр, общие ликования и эпичная музыка, как бы нам на это намекают. Ощущения после просмотра всех фильмов такого рода всегда именно такие. Полностью классическая картина, по всем классическим голливудским балекалам. Становление героя, победа над злом и верные союзники, которые, к слову, немного умирают, но так надо, они же не главные герои. Ну, а по классике, прекрасную деву и жизнь до старости достоин только главный герой, да? Более того, вам скажу, в фильме, тоже, кстати, по всё той же голливудской классике, под общий шумок выпиливается аж 41 человек. Честно признаюсь, сам не считал, так пишут в интернете. В итоге картины, финальные чмоки-чмоки с подружкой, всех победили за всех, отомстили, всех и всё разоблачили. Но ведь если всё так гладко и хорошо, за каким дьяволом нужно было делать обзор? Но мои постоянные зрители знают, что раз обзор вышел, значит не всё так просто на самом деле. И более того, далеко не всё так. Пожалуй, тем, с чего я начну разбор, по логике повествования нужно было закончить в виде некого вывода. Но пойдём мы в этот раз от противного и начнём с самого главного, со злодея. Ведь без главного злодея не могло бы существовать и самого шоу, верно? Как я и говорил ранее, ведущий — это не главный злодей. Более того, сейчас я даже не буду рассуждать о том, что за общим удручающим положением дел стоит новое правительство, а следовательно, именно оно является действительно главной сволочью во всей этой антиутопической системе, которая и вогнала весь мир в нищету и так далее и тому подобное. Да, кстати, я не оговорился, пусть дело происходит в Америке, но её режим, судя по фильму во всяком случае, распространяется на весь мир. Вот гляньте на Эблему. Тут по идее прямо чётко показано, что США завладела всем миром, держа его в своих цепких лапах. Ну а кто же тогда главный злодей? Больше вроде никого нет. Вроде. Но реально главный злодей — корень всех тех невзгод, которые терпит народ, это, собственно, сам народ. Вы можете сказать, что это банально и очевидно, однако банальность не опровергает истину, посему давайте повнимательнее посмотрим на население в общем и расставим точки над И. Итак, если по фактам, то мы получаем следующее. Люди сделали бегущего человека самым популярным шоу, и оно является лишь следствием их желаний и потребностей. Они предаются азарту и делают ставки на этом кровавом и беззаконном мероприятии. Именно люди своей лояльностью популяризируют шоу, тем самым выражая свою любовь к насилию и так далее и тому подобное. Обратите внимание, каким представлен этот народ, с которым общается Дэймон на самом шоу. Это же поехавшие фрики, больные, глупые и инфантильные люди. Им нужно лишь зрелище на крови, в котором сами они, конечно, не хотят принимать участие. То есть в целом, это общество полностью отошедшее от всех законов морали, причем, как показывают нам в самом фильме, вне зависимости от положения в социуме. И нищие, и богатые одинаково любят шоу и, выходит, они заслуживают то место и те законы, в которых пребывают, потому что им по кайфу. Они, если хотите, живут в этом шоу, с той лишь разницей, что уже их развлечение мирового масштаба. В развязке картины толпе очень явно якобы раскрыли глаза, указав на ложь ведущего и слегка разоблачили системку, показав ее истинное лицо в моменте расстрела голодного бунта. То есть только, по сути, момент, который касался главного героя. Больше у наших суперповстанцев, как оказалось, ничего не было. Изначально они вообще хотели просто выйти в голос и что-то там народу сказать. Вот это подготовились ребятки, ага. Насобирали, так сказать, доказательную базу перед захватом телевещания. Вроде не радиоточку же они захватывали там. Но, в общем, на разоблачение ведущего по факту все и закончили. А в чем его, а больше суть это уличили? То, что победители не попали на так называемый остров дураков, а лежат обугленные в одном из помещений игровой зоны. А Бена также оболгали, принудив его к участию в шоу. Ну, пожалуй, все. Такое шоу, ведь это обычный колизей. И, по идее, сделано оно по так называемым римским лекалам. Когда толпа жаждет хлеба и зрелищ, ей дают зрелище. Просто потому, что это дешевле. Но, разоблачили вы в чем-то ведущего колизея. И что? Как говорится, король умер. Да здравствует новый король. Разве то, что победители не могут выжить и уехать, это основа, ради которой существует бегущий человек? И разве это делает его популярным? Нет. Популярным его делают убийства, азартные убийства и разнообразные убийства. Они и есть основа зрелища. Вот почему оно популярно. Именно этого жаждет толпа, а герой Шварценеггера получается в итоге лишь восстановил свою честь и убил своего врага. Да и то врага, который является таковым лишь в моменте. В том смысле, что началась-то вся эта катавасия не из-за шоу и его ведущего, верно? Но подробнее об этом чуть позже. Ну и в качестве небольшой ремарочки надо сказать, что наше общество уже активно догоняет общество из бегущего человека. Современные слэшеры, трэшеры и прочий кал типа фильма Пила, где в очередной раз попытались скормить зрителю, кстати говоря, довольно успешно, идею удовольствия от насилия и убийства в своем разнообразии, как бы оправдывая это тем, что главный герой типа творит справедливость, такой мудрый учитель со своими извращенными, а пардон, прогрессивными методами обучения. В действительности же это очередная дешевая популяризация жестокости. Хотел еще как-то сделать обзор этой подобной ей помойки, но потом как-то передумал. Ну да ладно, едем дальше. Кстати, чтобы окончательно удостовериться в том, что бегущий человек как шоу вовсе не является основой жестоких нравов или единственной передачей такого рода, гляньте на остальные зрелища. Точнее, нам показали как бы одну из них. По задумке, вроде как их должно было быть больше, но мысль выше это подтверждает. Вот, скажем, шоу в погоне за долларами, суть та же, люди смотрят и никого разоблачать там не надо. То есть, сам факт того, что с ведущим бегущим человека что-то там случилось, не влияет вообще ровным счетом ни на что. Да более того, возможно для шоу это даже плюс. Эпично подняли рейтинги, потом запустят новую петрушку и поехали дальше. Никаких невероятных изменений в обществе все эти местечковые разоблачения не дадут, потому что люди, живущие и любящие беззаконие не нуждаются в правде и подобных расчехлениях, чтобы перестать желать то, чего они желают и даже то, что систему тоже вроде как слегка изобличили, когда обнародовали ее приказ о расстреле, ну я вас умоляю. Во-первых, они такое, как говорится, заминали, а во-вторых, общество к подобным крутасам уже давным-давно должно было привыкнуть, ибо оно ведь само такое же. В подтверждении своих слов я вам скажу даже больше, шоу действительно не закрылось, ведь в самом конце фильма, в конце титров мы слышим голос как бы после игры, который благодарит всех спонсоров и приглашает желающих стать участником шоу, но вот такие дела. то есть подводя общее резюме получается, что главный дракон-то живет и здравствует как в виде самого общества, так и в виде системы, управляющей им. Ничего невероятного выходит не произошло, и в общем-то тут тоже большого ума не надо, чтобы понять вышеописанное, но вся тонкость данного фильма и большинства фильмов подобного рода заключается в том, что ни главный герой, которого мы скоро разберем, ни народ в очередной раз не претерпел никаких изменений и никакого переосмысления себя для реального изменения положения дел. Я уже даже не говорю про слом четвертой стены между фильмом и зрителем, хотя сломалась бы она в данном случае на раз-два, особенно учитывая, что поднятые вопросы в картине действительно актуальны. Вполне себе можно было с экрана, так сказать, слегка понапутствовать уже реального зрителя, ведь если рассудить, в этом и заключается основа синема, да и ящика в целом. Геббельс, к примеру, прекрасно это понимал и уверяю вас, Голливуд это тоже прекрасно понимает, хотите вы или нет, нравится вам этот факт или нет. Хотя, знаете, на самом-то деле он ее и ломает и всегда ломал, просто делает это более тонко и тем не менее эффективно. Прямое доказательство тому, то, как деградировала массовая синема за последние хотя бы лет 30. А ведь, как сказал один персонаж, мы вожделеем к тому, что видим каждый день. Просто так называемые ныне модным словом повесточки были всегда и бывают разные, более толстые и более тонкие. И, как вы понимаете, в итоге для конечного потребителя вопрос состоит лишь в том, насколько интеллект и его сознание способен их распознать и отфильтровать. Скажу даже более того, иной раз крупные фракции пропаганды нужны для того, чтобы отвлечь внимание от менее заметных, но далеко не менее значимых. И знаете, я посмотрел обзоры и отзывы по фильму и у меня реально создалось впечатление, что очень многие зрители восприняли этот фильм именно так, как показано. Линейно. Бен хороший, ведущий, плохой, зло наказанный и так далее. Но ведь, исходя из ранее сказанного, Бен то получается у нас не такой уж и герой, как считаете? Максимум героичек и то с натяжкой? Или может быть он вообще не герой? Думаю настало время проехаться катком логики по нашему мистеру Олимпия. Итак, рассудите сами. Исходя из размышлений о людях, системе и мироустройстве, получается, что Бен либо ничего не понял, либо понял, но с реальным драконом бороться не захотел. Его финал не более чем местечковая победа максимум над одной из голов дракона, которая, как мы выяснили, яйца выеденного не стоит, ибо через неделю другую за место старой вырастет еще хоть двадцать. И поскольку дракон живет и здравствует, так как мы уже выяснили, что здравствовать он может только с одобрения народа, а народ не без его помощи отупел, ослеп и ожесточил свое сердце, можно было как минимум попытаться приоткрыть людям глаза на их собственное беззаконие. Авторитет у Бена Ричардса невероятно высок, ведь он преодолел такой тяжелый путь и в итоге вышел победителем, чемпионом, помимо прочего, показав себя в сложнейших испытаниях достойным человеком, да? он храбр, силен и, что самое главное, благороден. То есть в обществе беззакония, показывая себя как человека высокоморального и в итоге завоевав авторитет толпы, тем самым он возвысил и благородство с добродетелью над беззаконием и жестокостью. Ведь помимо того, что он публично был оправдан, вспомните хотя бы момент, как он в прямом эфире сказал Динамо. Нет, я не убиваю беспомощных людей, даже таких мерзавцев, как ты. Более того, будучи изгоем и преступником, он смог завоевать авторитет в рамках, так сказать, звериных законов. Ведь уважение он заработал не только благородством и еще даже не разоблачив ведущего, а доказав свою силу, после чего ставки начали принимать не на охотников, а на Бена. Я выбираю Бена Ричардса. Этот парень настоящая машина смерти. Ну, прям таки все шансы стать Спартаком современности и возглавить восстание рабов, ага. Но о его якобы благородстве мы еще поговорим. В общем, сказал бы по итогу буквально пару предложений, хотя бы каких-то правильных слов, вроде хватит это терпеть, а чтобы перестать это терпеть, будьте людьми, относитесь другим, как людям, тогда системка сама навернется, потому что по-другому никак, ну и так далее и тому подобное, ну или хотя бы более клишировано и примитивно. Опять же хватит это терпеть, объединяйтесь и вперед валить взорвавшихся управителей. Ведь согласитесь, кого как не сражавшимся и победившим злодея в глазах народа этот народ стал бы не только слушать, но возможно и услышал бы. Но нет, он лишь разоблачил и отправил на тот свет очередного злодея. Очередного, но далеко не главного, да и то из личных побуждений. И заметьте, Бен вообще-то изначально не собирался идти на жертву ради людей и хотя вроде как хороший коп именно так и должен поступать, да? Ставить правду и закон превыше всего и своей жизни в том числе. Ведь рассудите сами, чему толпа радуется в конце фильма? Типа зло наказали? Так нет, его же не наказали. Даже если убрать вот эти все мои бравады о том, что люди будьте людьми, одумайтесь и так далее, а рассудить чисто так скажем политически и в рамках закона? Ведь, как было сказано ранее, Бен был осужден и посажен правительством, так как не выполнил приказ командования. Но приказ, как оказалось, преступный, причем раз такое указание было дано, следовательно, дано оно было, исходя из условно внутренних инструкций, а не просто по желанию какого-то там диспетчера по ту сторону аппарата. И раз так, следовательно, правительство и является причиной беззакония, потому что если бы действующая система была основой закона общества, то ее закон был бы неприложен и неоспорим, а значит, и скрывать приказ о расстреле от людей не имело бы надобности. Но раз этот приказ выставили в ином свете, следовательно, реальным обладателем власти все так же является народ, иначе перед ним не пришлось бы изворачиваться подобным образом. К примеру, никто же не оправдывается перед животными, когда ведет их на скотобойню, правильно? Потому что у ведущего над ними абсолютная власть. И, следовательно, главным врагом народа в политическом смысле есть система, ну и так далее и тому подобное, вы поняли. Но Бен совершенно не стал ее как-то обличать и делать на этом акцент. Вот этот короткий эпизодик с расстрелом людей явно не тянет на инфобомбу, способную подорвать правительство. Про кучку жалких повстанцев даже говорить смешно, какую там правду они хотели донести упоротому и окончательно опустившемуся человеческому обществу, как бы обличив систему, вообще непонятно. Еще один ключевой показатель того, кем в действительности является главный герой, обратите внимание, что даже когда подружка Ричардса будущее, прямо говорит ему, что его брата взяли на так скажем перевоспитание, да так что и квартиру уже отдали другому жильцу, ну то есть понятно, увезли братика видимо совсем надолго, если вообще уже не хлопнули. И возможно причиной того, что его увезли связано как раз с Беном, потому что Бен говорил, что брат должен ему помочь, то есть последний вероятно из-за нашего героя и залетел, но и это не сподвигло героичика на то, чтобы найти и высвободить брата, если он конечно жив, он вообще о нем не вспоминал, даже словом не обмолвился. А по итогу мы видим хэппи-энд, а как же брат, ну как минимум, говоря о так называемом благородстве, а как же твой родненький братишка-то, ведь Бен такой крутой рэмбо-самбо-коммандос, но про брата же ему сказали до того, как он попал на шоу, но даже в тот момент беда родственника ничуть не помешала ему попытаться свалить подальше на самолете, куда-то отдохнуть, при этом широко улыбаясь и заигрывая с милой барышней. Ну знаете, если герой фильма таков, что ему плевать на родню, то о каком народе может идти речь? Да, можно сказать, что вроде как он и не собирался ни за какой народ изначально вписываться, но тут знаете ли есть момент, то что он не хотел, а потом захотел бы, это как раз таки и было бы, так скажем, классическое становление героя. Его взросление, если хотите, смещение приоритетов своего эго на общее благо, так как ты понимаешь, что общее благо это благо и для тебя в том числе, но помимо этого есть и еще более жирный момент, он ведь кем там был? Хорошим копом, но разве хороший коп, как было сказано ранее, это уже не изначально тот человек, который собственно и выбрал путь службы народу, а эта служба вроде как предполагает, что вначале тот, кому ты служишь и только уже потом ты, причем наличие или отсутствие погон для хорошего копа не должно как-то влиять на его убеждения, правильно? Но вообще, знаете, в представленном мире сказки про хорошего копа в таком тоталитарном полицейском правительстве, представленном в настолько явно негативном антиутопическом цвете, где в порядке вещей расстрел безоружных людей, кровавые шоу и так далее. В общем, жить таким высокоморальнейшим персонажем и, простите за жаргон, не одуплять, где ты находишься до такой степени, чтобы пойти служить системе, это, но согласитесь, это просто абсурд. Ну, ладно, ладно, окей. Допустим, он жил в своем вакууме, но ведь по фильму он вообще-то, вспомните, в экипаже главный, ему, соответственно, потому и дали указания. Получается, что в копах-то он ходит не первый день, наверное, да? И то есть, ты хочешь сказать, что до этого момента никаких предпосылок, никаких беззаконий и прочего, ты как сотрудник, но ни разу не встречал, ага? В общем, даже для такого клишированного персонажа это уже как-то с перебором. Но и это еще не все, да? С Беном мы не закончили, ведь помимо всего вышесказанного, он открыто говорит, что вот эти спасения кого-то там, людей и так далее, ему не интересны от слова совсем. Ему интересен только он сам. Например, когда старик из повстанцев условно спрашивает его «Своя голова ближе к телу, не так ли?» и Бен отвечает «Точно?» или когда его бывшие сокамерники говорят «Присоединяйся к нам», тот отвечает «Оставайся с нами!» «Нет, спасибо, я занимаюсь выживанием, а не политикой. В наше время это одно и то же». Даже друзья на его фоне выглядят намного более благородно и человечно, но разве не главный герой должен быть эталоном этих качеств? И даже более, мало того, что Бен не захотел присоединиться к повстанцам, так он еще и отговаривает их от, так сказать, своей деятельности. Да, возможно, он справедливо им указал на то, что они малоэффективны. «Если вы не готовы действовать, то лучше заткнитесь». Ну так и помог бы, но Вайду он советует держаться подальше от правительственной базы данных. «Вайз, держись подальше от национальной базы данных». Ну, хорошо, тут вроде как окей, то есть понятно, что тот как бы боролся с системой с технической стороны по мере сил, конечно, и вероятно, именно поэтому угодил в тюрьму. Это еще можно как-то списать, типа главный герой заботится и напутствует Вайда, чтобы тот вановь не залетел, хотя говоря о неэффективности, кстати, именно Вайд помог им вывести ведущего на чистую воду, взломать телесеть и получить код доступа. Но вот другому своему соратнику, Лафлину, он говорит, слушайте, что то есть тех людей, которые главный герой отказался расстреливать, он по факту считает сбродом, то есть имеет по отношению к ним точно такую же позицию, как и те, кто отдавал приказ о расстреле голодного бунта. Логично ведь, что протестовали там максимально незащищенные слои населения, но разве они не являются сбродом по причине того, что эта система выстроила такую вот эпичную иерархию и не менее эпиченную экономическую модель, что даже голодные бунты образовались, несмотря на то, что все так же существует прослойка, намного более обеспеченных граждан, хватает денег на вооружение, технологии, телевидение и так далее. В общем, все как обычно, только разрыв между классами стал еще ширше, а главный герой получается ратует за то, чтобы в обществе не повышалось понимание хотя бы каких-то оставшихся прав в виде конституции. Возможно, конституция это некая метафора на слово, божье, в одном из переводов, кстати, так и сказали, и даже с точки зрения логики, вроде как проповедовать писание, это более такое, так скажем, часто встречающееся явление, но оставим как есть. Суть от этого не меняется. Ну, то есть, согласитесь, все вышесказанное по отношению к главному герою выглядит, ну, очень абсурдно. Показывают вроде как нам в начале такого идейного полицейского, который против беспредела и вообще принципиального такого мужчину, а тот, оказывается, заявляет, да, мне все это нафиг не надо. То есть, казалось бы, его оболгали, бросили в тюрьму, брата забрали людей, расстреливают, он это наверняка знает. Есть доказательства махинации правительства и шоу. Его друзья, которые боролись, кстати, изначально именно с системой, а не шоу, и его ведущим, в итоге погибли, главный герой все это понял, но в итоге ну его к черту, да? То есть, пройти путь и при этом совершенно не изменившись. Я краем от этой движухи и все мне это неинтересно. А еще, кстати, этот высокоморальный коп прикарманил чужие денежки. В общем, да вот такой вот у нас получается главный герой, а вовсе не тот, которым большинство из нас вероятно видело его 30 лет назад. Теперь поговорим про ведущего, сатанизм и прочее. И знаете, есть ли смысл говорить о сатане отдельно от его последователей? Это все равно, что сатана без сатанизма. Потому ненадолго вновь возвратимся к толпе и посмотрите, к примеру, как показано то, как люди обожают своих любимых охотников. Они буквально впадают в неистовство, то есть, это самое обычное идолопоклонство. Ведущему всего этого кровавого колизея они прямо признаются в любви и более того, тот как бы требует от них этого признания и их согласия. А кто любит вас и кого любите вы? Дэймон! Еще раз! Дэймон! Дэймон! Спасибо! Танцующие голые девки это вообще классика, я уже не говорю про азарт, любовь к расчлененке и в общем все как обычно, перечислять смысла нет. Если вы думаете, что я преувеличиваю относительно сатаны и сатанизма, то вовсе нет, ведущий здесь представлен именно им. А если точнее, его прямым наместником, апокалиптическим зверем, которому сатана передал всю свою власть и то, кем является в действительности ведущий, показано с самого начала. Смотрите сами. Начнем с имени. Зовут его Дэймон. Аналогия с демоном, думаю, тут максимально понятна, она достаточно прямая и это довольно старый литературный прием с говорящими именами. К примеру, в финаленте Омин и одноименном рассказе главного героя, который играл Антихриста, звали Дэмиан или Дэмиан. Что интересно, уборщика, которого уволил ведущий, звали Дэн, а так звали самого ведущего в романе. Возможно, вставили этот эпизод и дали уборщику именно такое имя не просто так, как бы дав понять, что это два немножко разных персонажа, но это так, чисто мои догадки. Фамилия у ведущего не менее говорящая Киллиан, ну то есть нам прямым текстом говорят, что зовут его условно Демон-Убийца. Дальше тоже жирненько, подъехал он на красном лимузине фирмы Мазератти, цвет говорит сам за себя, он отлично характеризует его фамилию и то, что по сюжету апокалипсиса власть и силу зверю дал красный дракон, а вот Марка и что более важно ее логотип, возможно были выбраны совсем не случайно, к ним мы еще вернемся. Так вот, тот самый апокалиптический зверь, которому красный дракон передал власть, свалился не с какой-то ближайшей галактики, а цитирую, вышел из моря, то есть появился из воды, а воды в апокалипсисе это аналогия на людей и народы. И вот когда Деймон подъезжает к телестудии, нам показывают как бы две основные детали, фонтан с водой, как бы позади ведущего, из-за которого он и выходит, и одновременно с этим толпу людей. Вообще я вам скажу, что ребятки с Голливуда очень щепетильно относятся ко всякого рода символизму и многое в кадрах, которое, как мы думаем, существует просто для декора или фона, зачастую появляются там не просто так. То есть все эти образы, имена и прочее это не какая-то там фантасмагория, а зверь не какой-то там планетянин или рептилоид. Нам как бы говорят, что этот зверь порождение людей и сам по себе он не существует. Ведущий, кстати, об этом прямо сказал. Он лишь дает то, чего хотят и просят от него сами люди. Теперь вернемся к лимузину и вспомним вкратце историю древнегреческих мифов. У Мазерати логотип трезубец. Трезубец это символ Посейдона. У Греков или Нептуна у Римлян. А Посейдон, как вы помните, господствует именно над морями и океанами, то есть над водой. Кстати, голубого в фильме очень много, танцующие девушки в голубой одежде, главный охотник системы, кстати, в голубом пюджаке, сам логотип компании также сине-голубого цвета. Итак, брат Посейдона Зевс, символом которого является молния, скинул с Олимпа своего отца Кроноса и занял его место в Евангелии от Луки говорится следующее «Я видел сатану, спавшего с неба на землю как молнию». Из Корана мы можем узнать следующее «Шайтан, он же собственно сатан, то есть сатана, был джинном огня и после того, как Всевышний создал людей из земли и вдохнул в ноздри их духа жизни, сатана возгордился и отказался им поклониться по велению Аллаха, за что и был изгнан. Дьявола, как вы знаете, очень часто изображают именно в красном цвете, который, как правило, символизирует огонь. Вероятно, именно поэтому дракон красный. И еще момент, указывающий на то, что Зевс это именно сатана. Был такой титан Прометей. Прометей принес людям с неба огонь, которых, кстати, он же по мифам и создал из глины, а богиня Афина вдохнула в них жизнь. Ну, то есть, вот вам прямая библейская аналогия. В общем, за огонь, принесенный с небес, Зевс возненавидел его и распял на скале. И не только распял, но и послал орла клевать ему печень. Огонь в данном случае, вероятно, символизирует знание. Вот выдержка из Евангелия. Огонь пришел я низвести с неба на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Иисуса, как вы знаете, распяли подобно Прометею, но не только распяли, в конце его пронзили копьем, которое называется Копье Лонгена или Копье Судьбы. И вот еще момент. Прометей знает, что царство Зевса не вечно, и придет время, когда Зевс будет свергнут, и более того, он знает тайну, как этого не допустить, но ее он Зевсу не откроет. Кстати, первый же кадр, который мы видим от ведущего, это распальцовочка, и в последующем мы лицезреем просто невероятно какое-то количество жеста, он постоянно его демонстрирует. То даже в тему символизма и тема с опусканием под землю на санках, это старая знакомая кроличья нора, как в Алисе, Матрице и еще, наверное, десятках, если не сотнях фильмов. Кстати, кто не смотрел мой разбор Морфеус Дьявол, рекомендую глянуть, возможно, вы по-новому посмотрите на этого гражданина, ссылку оставлю в описании. Кстати, еще момент, нашему так называемому главному герою, еще ведь и фейковое воскресенье состряпали, он ведь, так скажем, ожил, в кавычках, естественно, ну вот вам и библейский сюжет из Нового Завета, с поправкой на то, что главный герой умер иллюзорно, а в реальности нет. Вы можете посчитать, что я притягиваю за уши, я могу вас понять, но как вы объясните вот что, Бена за расстрел толпы в Бейкерсфилде прозвали, собственно, мясник из Бейкерсфилда, а знаете, как дословно переводится в Бейкерсфилд, поле пекарей, и что интересно, Иисус был рожден в Вифлееме, а Вифлеем переводится как дом хлеба, ну вот такие дела. В общем, это такой краткий экскурс, и все вышесказанное лишь одна из возможных интерпретаций, поэтому строго не судите и воспринимайте мои слова лишь как пищу для размышлений. Благодарю за просмотр, жмите лайки, пишите комменты, если видео вам понравилось, как всегда, выражаю отдельную благодарность меценатам канала. Друзья, спасибо большое за вашу поддержку, для тех, кто желает к ним присоединиться, все ссылки, как всегда, в описании. Там же ссылка на телеграм и канал с прямыми эфирами. Я же с вами прощаюсь и надеюсь до новых встреч. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok